Урил или Уриэль. В христианской традиции один из семи архангелов. Упоминание в Библии в апокрифах. В канонических текстах Библии не упоминается. В апокрифе три книги Ездра и Ви 1, Ви 20, Хи 28. Ангел, посланный от Бога к Ездере для его наставления и объяснения ему сокровенных путей Божих. Также упоминается в апокрифической книге Еноха, где он описывается как один из святых ангелов. Ангел грома и колебания. Из откровения католического монаха Амадея португальского 15 века культ Уриила получил распространение в католицизме, откуда его почитание было перенесено в жития святых Дмитрием Ростовским в самом конце 17 века. А в католицизме почитание Уриила совсем было прекращено на основании определения Римского собора 745 года. Образ в православной традиции Уриил властвует над небесными светилами. Празднуется Уриил вместе с прочими архангелами, бесплотными силами. 21 ноября. Согласно преданию православной церкви был поставлен охранять рай после грехопадения и изгнания Адама. По иконописному канону православной церкви этот архангел изображается держащим в правой руке против груди обнаженный меч, а в левой огненный пламень. Образ в художественной литературе. Архангел Уриил является персонажем трех трагедий голландского драматурга Йоста Ванден Вандела. В трагедии «Люцифер» он предстоит могучим воином, одним из главных героев в войне Бога против Люцифера. В трагедии «Адам в изгнании» он появляется в финале как ангел-судья, изгоняющий Адама и Еву за их грехопадение из рая. В трагедии «Ной Уриил» перед самым началом потопа преграждает путь грешникам в ковчег. Книги Джона Милтона «Потерянный рай» Уриил появляется в третьей песне как правитель солнца. Приняв облик обычного ангела, Сатана узнает у него, где находится вновь созданный Богом мир, куда творцом были помещены Адам и Ева. Однако проследив за полетом изгнанника, Уриил спускается в солнечном луче на Землю, где предупреждает Гавриила о том, что один из падших духов попытается проникнуть в Эдем.